Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня в Плазеброзе. Штребух! Всем привет! С вами Штребух, и это челлендж. Что можно найти в 25 помойках? Я надеюсь на успех, надеюсь, что найду в помойках что-нибудь вкусненькое. И, конечно же, мало ли, вдруг повезет и найду айфон. Смотрите это видео до конца, ведь это очень интересный эксперимент. Я думаю, каждый из вас хочет узнать, что же можно найти в помойках Санкт-Петербурга. В конце видоса обязательно покажу все, что я найду. А если будет что-нибудь вкусненькое, обязательно продегустирую. Будет просто сказка! Обязательно поставьте этому видосу жирный лайкосик, потому что все-таки, братва, я стараюсь и на самом деле рискую жизнью. А вы не вздумайте за мной повторять. Ну что, погнали? Буду считать помойки по локациям. Не так, как в прошлом челлендже. Пусть здесь находится примерно штук 6 баков, я это место буду считать как локация. И впереди вас ожидают 25 подобных локаций. И все, что я найду интересное, обязательно покажу. Погнали! А это, собственно, мой велосипед. Просто сказка. Братва, я у первой помойки. И знаете, что здесь есть? Здесь уже есть говно на стенке. Кто-то его разбросал. Камеру вырубай на... Но, тем не менее, меня это не останавливает. Проверим, что же здесь будет интересного. Кстати, на самом деле пакеты не так жестко залутаны. Я думаю, здесь по-любому должно быть что-нибудь интересное. Опа! Братва, а вот и первая находка. Во-первых, это фильтр для воды в разобранном состоянии. Брать его не буду, потому что он стоит копейки. А вот это уже поинтересней. Компьютерная мышка с цветком. От бренда Logitech. В принципе, вроде бы в нормальном состоянии. Скорее всего, рабочая. Забираю. Продать можно ее. Рублей за 50. Братва, я в помойке. И уже, кстати, увидел интересный пакет. Вот чувствую, в нем по-любому что-то есть. Сходу, братва, немножко. Пены для бритья. Офигенно забираю. Буду бриться и кайфовать от халявы. Просто сказка. А еще нашел вот эту штуку, в которую буду складывать находки. Я в шоке. Это что вообще такое? Офигеть, какой-то чемоданчик. Капец, он прикольный. Продастся на барахолке. Офигеть. Коробка от планшета. И тут, кстати, написано карандашики. Были тут когда-то, видимо, карандашики. Карточки для лото. Фигня. В общем, мне нужно все самое ценное. Барахло брать не особо хочется. Кстати, вещей довольно-таки много. А вот и фишки для лото. Прикольно. Опа. А вот это крутая находка. Фосфорный черепок, который светится в темноте. Неплохо. Забираю. А тут, кстати, братва, много различных игрушек. Вот, допустим, есть карабин. Карабин заберу, пригодится. Капец, одни игрушки. Где вообще телефоны? 5 рублей нашел. Неплохой донат от помойки. Забираю. Нашел тамагочи. Офигеть. Вот это реально ностальгия. Крутая находочка. Положу в сюрприз бокс. Классно. Помойка дарит игровые консоли. Правда, дешевые и маленькие. Братва, я в шоке. В этом пакете просто огромнейшее количество еды. Мне этой еды на месяц хватит. Камамбер с сушеным труфелем в пепле. Офигеть. Что это вообще такое? Что это? Фу, блин, капец. Фу, капец, он воняет. Вонизм просто нереальный. Это я точно забирать не буду. Капец. Тут еще и морковка даже есть. Офигеть, братва, так она вообще в идеальном состоянии. Она даже не гнилая. Свекла. Нормальная. Правда, немножко вялая. Но пофиг, забрать можно. В принципе, нормальный лук, не гнилой. Забираю. А вот это вообще непонятно. Что это такое? Паштет из печени индейки с грецким орехом. Не, ну запах вообще нереальный. Воняет пипец. Здесь прямо этого паштета капец как много. Что это вообще? Что это такое? Мангостин. Я в шоке, братва. Тут огромное количество различных деликатесов, которые я никогда в жизни не пробовал. Помойка дарит новые вкусовые рецепторы. Еще один пакет с морковкой. Я, в принципе, морковку взял. Эту брать не буду. Офигеть. Сушеный персик. Я в шоке. Вот это я забираю. Не, ну мой желудок будет просто кайфовать очень сильно. От такого огромного количества еды из помойки. Я в шоке. Опа. Не, ну вот это просто подарок судьбы. Пачка с тремя киви. Офигеть, так они даже не гнилые. Я в шоке, ребят. Вот эта помойка кормит. Просто офигенно. Ряженка 3,6%. Срок годности до 23-го числа. Сейчас 29-е. Ммм, а пахный як. Братва. А вот и вторая помойка. Посмотрим, что же здесь будет интересного. Погнали. Да, бочков тут немало. Опа. Сразу черешня лежит. Ну, правда, немного гнилая. Брать это не буду. Ведь меня интересует электроника. Блин, вот хоть бы я б нашел сегодня что-нибудь классное. Типа, ну хотя бы какой-нибудь смартфон, хотя бы на андроиде. Ребят, я в шоке. Офигеть, сколько йогуртов. Йогурт биобаланс с персик-банан. Просто офигенно. Срок годности до 24-го числа. Забираю. А здесь еще есть целая коробка Актимеля. Блин, это вообще круто. Буду его пить и кайфовать от халявы. Не, ну это реально джекпот. Вторая упаковка с Актимелем. Помойка дарит Актимель. Я в шоке, ребятки. Мау. Опа. Немного помидор гнилых. Такое себе. В шоке, братва. Разорвал пакет. А в пакете было две коробки от айфона. Вот это, кстати, немного легкое. Возможно, внутри ничего нет интересного. Но я коробки от айфонов собираю. Коробку можно продать рублей за 150 на Авито. А еще есть вот эта коробочка. И здесь уже, кстати, торчат какие-то провода. Здесь по-любому что-то есть. Офигеть. Телефоны. Телефоны на андроиде? Офигеть. Тут даже три телефона. Ну что, давайте смотреть. Что за телефоны? Первый смартфон от бренда Cromax на андроиде. Кстати, целый экран. Нормально. Второй телефон уже поинтереснее от бренда LG. Но с разбитым в хлам экраном. И третий телефон. Слайдер от бренда Samsung. Капец он старый. В конце видоса все это проверю. А еще есть какие-то наушники. Ну, надеюсь, что рабочие. Вообще, я думал, что там будет лежать айфон. Но немного обломался. Да и пофиг. Я и этому рад. Идем дальше. А это уже третья помойка. Надеюсь, здесь мне так же повезет, как на второй. Проверим, повезет ли мне. В этом пакете, кроме этих шлепок бабушкиных, ничего не было. Опа. Офигеть. У этой сковородки просто идеальное состояние. Сарапин почти нет. Продастся на барахолке. Рублей за 50. Ну или, в принципе, можно себе оставить. И жарить на ней омлетик. И кайфовать от халявы. Опа. Немножечко картошечки фри. О да, беби. Ребят, я в шоке. Помойка кормит. Зашибись. Что-то здесь, кроме строительного мусора и сковородки, ничего нет. Идем дальше. Четвертая помоечка. Надеюсь, мне фортанет. Но вот в этой помойке тоже огромное количество строительного мусора. И нет ничего ценного. Только лишь большое количество стекол. Пенопласта и различных досок. Пакетов с бытовыми отходами почти нет. Поэтому иду на пятую кормушку. А вот я уже на пятой помойке. И здесь, кстати, очень много бочков с мусором. А вот и находочки в сумочке висят. Офигеть. Офигеть. Запечатанное вино. В бутылке. Таманское. Произведено в России. Полусладкое красное. Офигеть. Мое любимое. Помойка как будто чувствует. Я очень рад. Винишко забираю. Зимние покрышки. И, кстати, с шипами. В принципе, не так уж и сильно ушатанные. Можно было бы забрать. Но они очень большие. Мне их брать некуда. Ух ты. Что за сумка? Блин, они пустые. Денег нет. И это меня расстраивает. Ух ты. Какие-то кроссовки. Что же за бренд? Смотрятся они, в принципе, нормально. Но от какого бренда, непонятно. Ничего не написано. Даже непонятно, какой размер. И они, кстати, даже треснутые. Кушать захотели. Брать я это барахло, конечно же, не буду. Металлический совок. Мне он тоже нафиг не нужен. Хотя можно было бы сдать на металл. На пятой локации, кроме винишка, ничего не было. Иду дальше. А это уже шестая помойка. Братва, а тут сразу пакет. С едой для крыс. Офигеть. Полностью запечатанный. Вот только у меня хорек крысы нет. Я сомневаюсь, что он это будет кушать. Но я это по-любому заберу. Так как это можно продать на барахолке. Миленько. Но это фигня. Опа. Замороженное мясо. И куча различных журналов. Среди которых есть вот такой магнит, где написано о Дубае. Кто-то, видно, в Дубае отдыхал. Опа. Неужели здесь пицца? Я в шоке, братва. Блин, вот эта помойка сегодня кормит. Офигеть. Так на ней даже плесени нет. Я ее забираю по-любому. Буду кушать и кайфовать от халявы. Пахнет просто изумительно. Здесь еще одна коробка. И здесь тоже кусочек пиццы. Пицца, кстати, засохшая. Но это, в принципе, не проблема. Ее можно погреть, и она будет вкусненькая. А вы, кстати, не вздумайте за мной повторять. Есть еду из помойки очень опасно. Зубная паста. Optifresh System 8. Примерно пол тюбика. Заберу. Буду зубы чистить. А вот этот веник, кстати, вообще офигенный. Целый. Как будто новый. Но я его брать не буду. У меня дома веник есть. А вот тут реально что-то интересное. Какой-то мини-сундучок, на котором написано Скорос П. Гачкис. Год Чикиса. Здесь что-то написано на этом сундуке. Непонятно, правда, что. Но, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Возможно, этот сундук даже антикварный. Заберу. Офигеть. Здесь какие-то сатанистские книги. Таро книга раскладов. Не-не. Это опасная находка. Такое я брать не буду. И читать боюсь. Ушатанный Дед Мороз. Капец. Я на него смотрю, и мне прям его жалко. Капец. Шестую помойку полностью залутал. И вот тут остался интересный пакет. В котором лежит давилка для чеснока. Но она, кстати, ушатанная. В принципе, на алюминий можно сдать. А еще, братва, здесь лежит супераппетитная ребрышка с мясом. Кстати, братва, очень сложно себя удержать. Пахнет просто изумительно. Капец вкусно. Еще и с приправкой мяско. Капец, помойка очень хорошо питает. А еще в два раза вкуснее осознавать то, что это все из помойки и досталось мне на халяву. Идем на седьмую помойку. Я в шоке от шестой помойки. Она реально кормит досыто. Здесь, оказывается, есть еще одна косточка с мясом. Я в шоке, ребята. Офигеть. И под это мяско винишко будет залетать просто со свистом. Офигеть. Вскрываю вино. Помойка спаивает. И пахнет оно просто изумительно. Ну, а теперь настало время наслаждаться мяском и винишком. Пахнет. Пахнет вкусно. Офигеть. Ребрышки из помойки. Месье Фунферес. За ваше здоровье. Помойка спаивает. Внутри этой бутылочки ощущаю легкий привкус мусорных баков. Но это на вкус абсолютно не влияет. А вот мяско отдает слегка дымком. И очень сильно меня насыщает. Сейчас немножко посмокую и поеду дальше. На седьмую помойку. Вася, ты че меня пугаешь? Я в шоке, ребят. Я напился. Это уже седьмая помойка. И уже бухой вообще хлам. Да ладно, шучу. Это седьмая помойка. Итак, посмотрим, что же здесь будет интересного. Погнали. Братва, здесь два ящика гнилой черешни. Первый. А вот второй. А еще немного гнилых огурцов, слив и персиков. Недоеденный арбуз. Да, я в шоке. Что-то на седьмой помойке одна гнилятина. Гнилая черешня. Капец она жестко гнилая. Употреблять такое смертельно опасно. Можно протянуть педали. Капец, вы просто посмотрите на это. Конкуренты обошли. Все разорвали. Скоро я реально шутки шутить не буду. И конкурентов буду наказывать. Опа. А в этом пакете, скорее всего, что-то есть. Различные тетрадки, ручки. Частенько в таких пакетах можно найти какие-нибудь старые телефоны. Но в этот раз мне не повезло. Здесь ничего не было. На седьмой помойке не было ничего. Поэтому я не отчаиваюсь и иду дальше. А это уже восьмая помоечка. Винишко почти допили. Интересно, что же здесь будет интересного? Немножко гнилых овощей. В принципе, яблоко нормальное. Я бы его взял, но не особо хочу яблочко кушать. А вот немного паштета гнилого. Не, ну это залупные находки. Охота найти электроники. Шел прикольный горшок для цветов. Самодельный как будто. Но он мне, в принципе, нафиг не нужен. На барахолке его никто, скорее всего, не купит. А здесь большое количество жопок от помидоров. Я в шоке. В этой помойке нет абсолютно ничего. Поэтому иду дальше. А это уже девятая помойка. И я надеюсь, она меня порадует. Хотя бы хоть чем-нибудь. Мда, бечевенька. После того, как я занырнул в девятую помойку, я осознал, что она меня совершенно не порадовала. Находок здесь совершенно нет. Но я, в принципе, не расстраиваюсь. И иду дальше. А пока я катаюсь на барашке, поставь лайк и не будь какашкой. Ведь это все-таки контент, которого именно ты заслужил. Нафиг смотреть этих Владов А4. Пора смотреть контент, который никто не ворует на Западе. Который лично я для вас произвожу. А это уникальнейший контент, которого вы нигде не увидите. А тот, кто напишет комментарий, тот напишет комментарий. А это уже десятая помойка. И я надеюсь, здесь что-то будет крутое. Здесь аж целых два бака. И я надеюсь на успех, как всегда. Ведь помойки кормят, как обычно. В этой помойке нет абсолютно ничего. Кроме этого блокнота. Написал Санкт-Петербург к выпускнику 2011 года. Блокнот почти чистый. Здесь буквально первые страницы немного зарисованы. Где находки? Где айфоны? Одиннадцатая помойка. Три бачка. И я надеюсь, цифра три будет сегодня счастливой. Нифига себе. Арбузик, друзья. А пахнет как. Просто изумительно. О, щит. Ой, блин, не фартануло. Он внутри гнилой. Я думал, будет вкусненький, но он 100% сгнил. На одиннадцатой помойке ничего не было. Поэтому я, в принципе, не отчаиваюсь и иду дальше. Потому что другого мне ничего не остается. Я верю до последнего в успех. Приехал, братва, на двенадцатую помойку. Немножко устал и решил присесть на бутылку. Но сидеть на ней реально опасно. Потому что эта бутылочка очень жестко надута. Она под жестким давлением. И мой пердак могло разнести здесь просто в клочья. Еще нет никакой электроники. Еды я, в принципе, уже набрал. Еда мне не нужна. Мне нужна реально сейчас электроника. Я нашел рюкзачок. И в кармане которого лежат какие-то перчатки. Но денег, к сожалению, нет. Он от бренда D-Mix. В принципе, нормальная находка. Забираю. Короче, кроме вот этого рюкзака на двенадцатой помойке ничего не было. А это уже тринадцатая помойка. И я надеюсь, число 13 в моем случае будет счастливым. И это очень обидно осознавать. Но в этот раз меня обогнали бомжи. Капец, это грустно, ребят, реально. Я вот не знаю, что делать с конкурентами. Они меня обходят со всех сторон. Опа, ну хоть что-то нашел. USB кабель для андроида. И, возможно, этот кабелек не рабочий. Но я его возьму. Цифра 13 для меня оказалась несчастливым числом. Поэтому я иду дальше. И стараюсь не плакать из-за того, что меня обогнали конкуренты. Братва, а это уже четырнадцатая помойка. И я надеюсь, она меня порадует крутыми находками. И, кстати, уже сходу, как только залез, нашел медный кабель. Который пойдет на медь. В принципе, по зернышку. Но можно так насобирать килограмм. А килограмм меди стоит 300 рублей. В этом баке ничего не было. Посмотрим, что будет в следующем. Ребятки. В четырнадцатой помойке не было абсолютно ничего. Поэтому я пытаюсь не огорчаться полностью. И верю в успех. И иду дальше. В пятнадцатой помойке не было абсолютно ничего. И я, ребят, реально в шоке. Нашел только вот этот огромный шар с орбизами. И тут, кстати, очень много орбизов. И здесь даже есть дырка. И они оттуда просто вылетают. Капец, это так смотрится необычно. Капец, прикольно. Блин, капец. Я в шоке, братва. Помойка дарит антистресс. Но я не отчаиваюсь. Немножко релаксирую. И иду дальше. Блин, как прекрасно жить. Лежу себе кайфую в помоечке, в ванной. И если бы, братва, мне реально спать негде было, я бы просто вот здесь увалился бы и отдыхал себе спокойно. Помойка реально расслабляет и релаксирует. Ну а это, собственно, шестнадцатая помойка. И я надеюсь, мне повезет. Ребята, я в шоке, сколько булок. О да, так они, походу, даже с начинкой. О да, ребятки, биби. Офигеть, вот это, вот это подарок судьбы. Я в шоке. Булочка с малиной. Офигеть, просто сказка. Ммм, сладенько. Я в шоке, ребят. Помойка снова кормит. Я в шоке. Одна еда, блин. Да где, где айфоны мои вообще? Я в шоке. Блин, где они? Но я, тем не менее, не расстраиваюсь. И иду на семнадцатую помоечку. Мау. Братва, я в шоке. Мы подъехали к семнадцатой помойке. И смотрите, что там стоит. Я в шоке, реально. Тут, короче, я попал на свежачок. Выкинули с квартиры кучу электроники. Тут еще вещи. Капец, да тут жесткие диски. Я в шоке, братва. Итак, давайте не будем спешить. Семнадцатая помойка порадовала крутым пылесосом на 1800 ватт от бренда VTEC. Давайте смотреть, что в этих пакетах. Капец, какой-то вандал разобрал жесткий диск. Но теперь вы будете знать, как выглядит обычный жесткий диск изнутри. Плоскогубцы. Я еще в мусорные баки не заглядывал. Гнилой баклажан. О да, Биби, а это уже мороженое. Ребят, капец, целое ведро мороженого. Ммм, а пахнет, кстати, арбузиком. Арбузное мороженое. Его нужно просто в морозилке заморозить и можно будет хавать. Ммм, блин, капец, какое оно вкусное. Ребят, я в шоке. Я в шоке, тут еще одно мороженое. Я это еще не успел схавать. Вы посмотрите, целое ведро. Как мне этот пылесос тащить? Я вообще без понятия. Он просто огромнейший. И продать, кстати, его получится, я думаю, на Авито. Рублей за 600. Потому что он поломан. Идем. Идем дальше. Итак, братва, я уже на 18-й помойке. Я надеюсь, хотя бы сейчас мне повезет. Потому что, честно, я уже начинаю расстраиваться. Помойки что-то вообще не радуют. И, кстати, пока мы тут ковырялись в помойках, уже рассветает. Вы видите, как уже на улице светло. Да. Здесь ничего нет. Одни бытовые отходы. Опа. Пойдет на алюминий. И еще одна. И тут, кстати, есть различные магниты. И даже вот новые. Офигенно. Новая вилка, ножик. Бутылка из-под духов. Ну, кстати, духов там нет. Да, пахнут эти духи прям офигенно. Жалко, что пустая бутылка. Уже сразу нашел шлепки. От бренда Adada. Коробка от айфона. И, кстати, она тяжелая такая. Мне что, сейчас повезет, что ли? Ребят. Делаем ставки. Если там есть айфон, то я, типа, реально буду в шоке, типа. Охуеть. Охуеть. Охереть. Пипец. Пипец. Че? Тут даже есть USB кабель и блок питания. Айфон XS Max на 256 гигабайт. Я в шоке, братва. Да ладно. Охренеть. Он еще и работает. Пипец. Я не могу в это поверить. Я максимально находил шестой айфон и то на сходке подписчиков. Но айфон XS Max я никогда не думал, что найду. Это просто жесть. Кстати, здесь разбит экран. Это, конечно, не особо классно. Какого хера его вообще выкинули? Типа, я в шоке, ребят. Если он без iCloud, то это будет просто сказка. Я продам свой седьмой айфон и буду ходить с вот этим. Покажу этот айфон уже в обзоре находок из помойки. Немного меда. Паштетик от бренда Hame из индейки. Офигеть, запечатанный. Забираю. Картошка фри. Немного вафель. Восемнадцатая помойка порадовала просто бесконечно. Я реально не могу даже до сих пор в это поверить. Нашел айфон XS Max и две баночки запечатанной еды. Офигенно. Иду дальше, посмотрим, что будет дальше. Let's go. Подошли к девятнадцатой помойке и здесь ничего не было. Кроме медного провода и вот этих деревянных двух пончиков. В восемнадцатой помойке меня жестко порадовало. Поэтому я не отчаиваюсь и иду дальше. Ребят, я в шоке. Нет, я не сел посрать. Я просто тут сижу грущу. Потому что в двадцатой помойке ничего не было абсолютно. Поэтому придется идти дальше и, как обычно, верить в успех. Сейчас я возле двадцать первой помойки. И эта помойка славится тем, что здесь живут сплиттеры. Кто смотрел мультик «Черепашки и ниндзя», тот меня поймет. Сплиттеры хавали рыбью голову. Кроме сплиттеров в этих помойках не было абсолютно ничего. Поэтому я иду на следующую двадцать вторую помойку. Между помоечками нужно обязательно подтянуть бицуху, чтобы быть всегда в силе. Нужно больше айфонов. Какая-то непонятная хрень. Брать это не буду, потому что я без понятия вообще, что это. А я знаете, что подумал? Сейчас утро. Люди просыпаются, собираются на работу. А я лутаю кормушки, живу по кайфу. Достаю оттуда находки, продаю и зарабатываю бабки. Нереально, это просто шикарно. Я в шоке, ребят. Помойки реально обеспечивают. А мы уже приближаемся к финалу. Это двадцать третья помойка. И я уже, короче, реально начинаю уставать. У меня болят ноги, болят все мышцы абсолютно. Потому что я целую ночь искал находки в помойках. Плюс дома делал дела. А, плюс отправил через ДЭК силиконовую куклу, кто помнит. Показывал ее в обзоре. Она, между прочим, весит 29 килограмм. В общем, мне подкатывает мое шестое чувство, что лезть нужно прямо в кормушку. Капец тут воды. Это, походу, светильник с вот такой американской вилкой. Офигеть, забираю. Блин, реально классная находка. В этой помойке мне удалось найти жидкость для розжига, целый тазик и вот такой неплохой светильник. Но я не отчаиваюсь и иду на 24-ю помойку, предпоследнюю. Ну а вот и, собственно, 24-я помоечка. Мау! Да, я в шоке от таких крутых находок. Эта помойка, братва, меня нифига не порадовала. Я реально в шоке. Иду на последнюю, 25-ю. И я надеюсь, мне повезет. Мау! Как же я устал, братва, это словами не передать. Больше пяти часов я искал находки в помойках. Ноги меня уже почти не держат. И вот, наконец, последняя, 25-я кормушка. Делайте ставки. Что же я там найду? Опа! Коронавирусные маски. Опа! Ну неужели хоть что-то нашел? Нашел творог мягкий от бренда Савушкин. В 25-й помойке мне удалось найти только этот творог мягкий и все. Итог такой. Не в каждой помоечке можно найти что-то топовое. Но все-таки иногда может фартануть. И можно найти какой-нибудь айфончик. Допустим, какой я сегодня нашел. И мне уже не терпится прийти домой и осмотреть все находки, которые мне удалось найти за 5,5 часов. В 25 помойках Санкт-Петербурга. Вот все, что мне удалось найти за этот челлендж. В 25 помойках. А с учетом того, что я ходил 5 часов, это не особо много находок. Но в принципе неплохо. Во-первых, был найден вот этот офигенный пылесос от бренда Vitec на 1800 ватт. Когда я его открыл, я сразу понял, что это пылесос моющий. И продать его можно будет рублей за 600. Нашел вот этот непонятный кейс. Я не знаю, для чего он вообще нужен. Если вы знаете, для чего он, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так же была найдена, в принципе, нормальная сковородка. Хосфорный черепок. Медный кабель. И вот эта старая непонятная шкатулка. На которой есть гравировка и написано 47скорос.п. А ниже Гатчикиса. Я не знаю, что это означает. Шкатулка жестко потрепана. И судя по внешнему виду, она по-любому старая. Попробую это продать на барахол. Еще есть блок питания, пена для бритья. Почти целая зубная паста. Старинные плоскогубцы. 5 рублей, карабин, тамагочи. А еще было найдено 2 коробки от айфона. Одна была пустая. А во второй было 3 смартфона. Первый смартфон от бренда LG. С разбитым в хлам экраном. Он почему-то не включается. В принципе, это самый классный смартфон среди вот этих трех. Модель телефона LG D295. Проверка этого всего будет в обзоре находок. Второй телефон это Samsung. Слайдер. Старый капец. Хорошо, что хоть батарея внутри есть. И в нем даже есть камера и блютуз. Я помню те времена, когда этот смартфон был крутым. У моего знакомого был такой. Я капец ему завидовал. Третий смартфон от бренда Cro-Max. Модель А59. Судя по ферме, это по-любому ультрабюджетный смартфон на андроиде. Также есть бирюзовый бокс для хранения. Рюкзак от бренда D-Mix. Небольшая кучка еды. Офигенная пицца. Я ее уже погрел. Пахнет просто изумительно. Вкусненько. А еще есть упаковка с едой для крыс. Сушеный персик. Три негнилых киви. Лук. Морковка. Мангостин. Капец, такое я никогда не пробовал. И большое количество актимеля. А также пару йогуртов. Жидкость для розжига. Ночник. Два деревянных пончика. И новые наушники. Ну и конечно же самое крутое, что было найдено. Это вот этот айфон. Сделаю на него обзор в обзоре на находки из помойки. Также там протестируете смартфоны и пылесос. В принципе я доволен тем, что нашел. Челлендж как по мне удался. Находки были крутые. Поставьте в честь этого пожалуйста лайк. А также подпишитесь на мой канал. И посмотрите вот эти видосы. С вами был король-королевич, помойный царевич. Встретимся в следующих видосах.